добрый день дорогие рукодельницы я рада приветствовать вас на канале вяжем красиво и сегодня вашему вниманию я предлагаю связать вот такой палантин который называется дерево желаний для этого нам с вами понадобится сама пряжа у меня в данном случае к уни в 100 граммах 800 метров и спицы у меня номер 4 значит что касается узора узор будет повторяться каждые 10 рядов я сегодня вам покажу как это вяжется значит узор включает себя рапорт рапорт будет повторяться 12 раз первый ряд я провяжу вам показав полностью а дальше просто будем вязать более коротким вариантом я буду говорить сколько раз и по какому принципу и так первый ряд первую петельку снимаем дальше идут 4 лицевых петли 1 2 3 4 после этого нам нужно прописать провязать две петли вместе с наклоном вправо ввожу спицу вовнутрь захватываю петельки провязываю далее 1 лицевая и накид это рапорт дальше повторяем все с точностью точно также 12 раз 4 лицевых 2 вместе с наклоном вправо лицо накид 4 лицевых 2 вместе с наклоном вправо лицо накид 4 лицевых 2 вместе с наклоном вправо лицо накид и так мы вяжем до конца ряда ряда 12 раз повторяя 4 5 лицевых 3 вместе лицо накид 3 5 лицевых петли не автором dunno Субтитры сделал DimaTorzok В конце, вот 12 раз мы провязали с вами рапорт, а в конце у нас осталось 4 петельки. Под все петли 3 лицевыми провязываем и последнюю кромочную тоже лицевой. Первый ряд готов. Переворачиваем вязание и переходим ко второму ряду. Обращаю ваше внимание, что на изнаночном ряду, в изнаночных рядах тоже будет провязываться рисунок, поэтому нужно быть крайне внимательным. Итак, следующий второй ряд. Первая петелька кромочная, далее идут 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. А после этого опять начинаются рапорты. Итак, смотрите, какой рапорт. Накид. 1 накид. 2 изнаночные петельки. Затем 2 вместе изнаночные петли с наклоном влево. Просто заводите спицу вовнутрь и провязываете 2 вместе изнаночные петли. Опять накид. 2 изнаночные петли. 2 изнаночные петли вместе. 3 изнанки. И так до конца ряда. Итак, третий ряд. Первую кромочную снимаем. Дальше провязываем 2 лицевыми. Потом 2 вместе с наклоном вправо. 2 вместе лицевой. После этого 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид. И опять все повторяем. Тот же самый рапорт. 2 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо. 3 лицевых. Накид. 2 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо. 3 лицевых. Накид. И так до конца ряда. В конце ряда у нас осталось 4 петельки. Мы их все провязываем лицевыми. И так. Третий ряд у нас с вами готов. Переворачиваем вязание. Четвертый ряд. Кромочная. 3 петли изнаночные. А дальше идет рапорт, который мы будем провязывать с вами до конца ряда. Накид. 4 изнаночные. Затем 2 вместе изнаночные. С наклоном вправо. 2 вместе провязали. И изнаночные. Опять накид. 4 изнаночные. 2 вместе изнаночные. И одна изнаночная. Сейчас еще один раз рапорт покажу. И дальше до конца ряда. Накид. 4 изнаночные. 2 вместе изнаночные. И одна изнаночная. И так повторяете до конца ряда. Приступаем к пятому ряду. Итак. Первая кромочная. Дальше 2 вместе лицевой. После этого 5 лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Это рапорт. Опять 2 вместе лицевой. 5 лицевыми. Накид. 2 вместе лицевой. 5 лицевыми. Накид. И так продолжаем всего 12 раз. В конце ряда у нас осталось 4 петли. Мы их провязываем все лицевыми. 5 рядов готовы. Теперь шестой ряд. В шестом ряду мы с вами будем делать наклоны вправо. Покажу сейчас как. Так. Первую петельку снимаем в шестом ряду. Кромочная. 4 петли провязываем изнанкой. 1, 2, 3, 4. А дальше нам нужно провязать 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Для этого, смотрите, мы первую петельку снимаем. С петли я ее просто зажимаю большим пальцем левой руки. Вторую петельку снимаем на правую спицу. На левую одеваем на снятую нами петлю. Возвращаем с правой спицы петельку. Как бы меняем петельки местами. И провязываем их вместе изнанкой. Так. Изнанка. И накид. Опять, смотрите, 4. Это раппорт был. Второй раппорт. 4 лица. 1, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном вправо. Одну петельку сняли, зажали пальчиком. Вторую петлю перебросили на правую спицу. Вернули снятую. И надели с правой спицы. Поменяли местами петельки. 2 вместе изнанкой. Потом изнанка. Накид. Опять 4 изнанкой. Меняем петельки местами. Просто если мы не будем их менять местами, у нас косичка с вами не пойдет в нужную сторону наклон. Так, 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 так. После этого изнанка, накид. Опять 4 изнанкой. Меняем местами. Поменяли местами. Так, теперь их подсоединили. Изнанка, изнанка, накид. И так провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас осталось, как всегда, 4 петельки. Мы их провязываем изнаночными. Переворачиваем вязание. Далее идет седьмой ряд. Смотрите, что мы будем делать в седьмом ряду. Итак, первая петелька снимаем кромочную. Дальше провязываем 3 лицевыми. После этого идет, раппорт начинается. Накид, накид, 2 лицевыми. Раз, два. После этого 2 вместе лицевой с наклоном влево. Первую петельку сняли. Вторую провязали. И перекинули первую петельку через провязанную. Подтянули литочку. И 3 лицевых. Раз, два, три. Один раппорт готов. Второй раппорт, смотрите, накид. 2 лицевыми. Раз, два. Две вместе с наклоном влево. Три лицевых. Третий раппорт, накид. 2 лицевых. Две вместе с наклоном влево. Три лицевых. И так до конца ряда. Вот что у нас с вами получается. Восьмой ряд. Кромочная. Две изнаночных петельки. После этого 2 вместе с наклоном вправо. Опять сняли. Зажали пальчиком. Поменяли местами петельки. И провязали их вместе изнанкой. После этого 3 изнанки. Раз, два, три. Накид. Следующий раппорт. Две изнанки. Поменяли петельки местами. Три изнанки. Накид. И так до конца ряда. Вы провязываете 2 изнанки. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Три изнанки. Накид. И повторяете до конца ряда. В конце ряда у нас осталось 4 петли. Провязываем их изнаночными. Переходим к девятому ряду. И так. Первую петельку кромочную снимаем. Провязываем 3 петельки лицевыми. 1, 2, 3. После этого идет раппорт. Смотрите. Накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Затем 2 вместе с наклоном влево. И лицо. Второй раппорт точно такой же. Накид. 4 лицевые. 2 вместе с наклоном влево. Пиццу. Следующий раппорт. Накид. 4 лицевые. 2 вместе с наклоном влево. Лицо. Накид. И так вяжем до конца ряда. И провязываем с вами последний, десятый ряд рисунка. И так. Первую кромочную снимаем. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Меняем местами петельки. Дальше провязываем 5 изнанкой. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем накид. Раппорт готов. И опять все повторяем. Меняем петельки местами. Провязываем их вместе. Изнанкой. Затем 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. Накид. Опять меняем петли местами. Провязываем их изнанкой. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И так до конца ряда. После того, как мы 12 раз повторили раппорт, в конце ряда опять осталось у нас 4 петельки. Мы провязываем их изнанкой. Итак, мы с вами провязали 10 рядов узора. Если вы будете повторять каждый раз эти 10 рядов, у вас получится вот такой узор на палантине. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, вяжем красиво. Впереди у нас еще много нового и интересного. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...